Брать или не брать? До 1 октября федеральные льготники должны решить, как им распорядиться социальным пакетом на 2014 год. Почти 90% из них в прошлом году выбрали денежный эквивалент льгот. Что лучше, деньги или услуги, каждый решает индивидуально. В ходе горячей линии, которая прошла в Минздраве Республики, специалисты пытались помочь льготникам определиться. В Министерстве здравоохранения напомнили, что на данный момент стоимость полного социального пакета составляет 839 рублей 65 копеек в месяц. Это в нашей республике. И состоит он из трех частей. Лекарственной, санаторно-курортной и транспортной. Льготник может распорядиться как полным соцпакетом, так и любой из частей по отдельности. Больше всего вопросов, поступивших на телефон горячей линии, касались лекарственной составляющей. У меня есть рецепт на бесплатное получение препарата, но в аптеке, к сожалению, этого лекарства нет. Я с этим рецептом могу ли смело идти в другую аптеку или же не все-таки ждать поступления в эту аптеку? Вы смело можете отоварить свой рецепт в любой аптеке, которая осуществляет льготный отпуск медикаментов по всей территории Чувашской Республики. По поводу получения бесплатных лекарств переживают и те, кто до этого полностью отказался от соцпакета. Если льготник отказался от соцпакета, нужно ли ему платить за лекарства в стационаре? В случае поступления в стационар пациент за лекарства в рамках программы гарантии, в рамках выполнения стандарта не платит, не покупает лекарственные препараты. Всего с начала 2013 года более 2000 жителей республики отказались от полного соцпакета или его отдельных частей. На возобновление и предоставление социальных услуг поступило всего 244 заявления. Многие из тех, кто отдал предпочтение деньгам, просто не до конца понимают, что услуги могут быть гораздо выгоднее, особенно в части санаторно-курортного лечения, отмечают специалисты. Есть у нас категория инвалидов, это слепые, которые выезжают за пределы Чувашской республики. Инвалиды первых групп и дети инвалидов выезжают в сопровождение. И в этом случае государство оплачивает две санаторно-курортные путевки, то есть самому получателю инвалиду первой группы или ребенку-инвалиду, и сопровождающему его лицу. Плюс оплачивается проезд к месту лечения и обратно. Рассказали на горячей линии и об условиях получения путевок на лечение в санатории. Путевка в санаторно-курортное учреждение предоставляется в случае, если вы являетесь федеральным льготником, состоите в федеральном регистре получателей льгот и не отказались от соцпакета. То есть вы получаете набор социальных услуг, в которые входит и составляющая по санаторно-курортному лечению. Если у вас есть медицинские показания для санкур лечения и отсутствуют противопоказания, а также оформлена у лечащего врача справка формы 070У, которая дает право вам становиться в очередь в отделе социальной защиты населения по месту проживания и на основании вашего заявления о предоставлении вам путевки на санкур лечения. Напомним, что на сегодняшний день в Чувашии зарегистрировано более 100 тысяч федеральных льготников, большинство из которых инвалиды. В Минздраве предлагаю жителям республики еще раз взвесить все за и против и сделать правильный выбор на весь будущий год. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.